Как разместить сайт в интернете Всем привет, на связи обучающий проект записки вебмастера. Сегодня вы узнаете о том, как сделать так, чтобы ваш сайт был виден всем пользователям Рунета. Итак, поехали. Существует два способа разместить ваш сайт в сети. Это ручной и автоматический. Оба способа я буду показывать на примере сервиса RooCenter. Ссылка на этот сервис будет в описании. Если вы не знаете, как создать домен и подключить хостинг, то ссылка на мое видео, в котором я разжевываю, как это сделать, будет также в описании. А мы начинаем. Первый способ это ручной. Для этого мы заходим на сервис RooCenter и во вкладке хостинг выбираем панель управления хостингом. Если вид вашей панели отличается от того, что вы сейчас видите на экране, то вам нужно зайти в меню управления панелью и в самом низу выбрать команду перейти в старую панель. Я об этом рассказывал в уроке, как создать домен и хостинг. Ссылка на него также в описании. А нам нужно сейчас выбрать ссылку с сайты. В открытом окне вам нужно в строке ввода ввести название сайта. Если вы планируете в рамках вашего домена использовать один сайт, то вам нужно будет ввести в это поле собственно название домена. Если же в рамках своего домена вы собираетесь пользоваться несколькими сайтами, то нужно ввести название под домена. Поставить точку и ввести название вашего доменного имени без префикса www. Например, вы создали домен www.chastiki.ru и хотите в рамках этого под домена иметь два сайта. Первый по продаже мужских часов, а второй для продажи женских часов. Поэтому ваши сайты будут иметь следующие имена для продажи мужских часов. men.chastiki.ru, а женских соответственно women.chastiki.ru. Я веду в качестве названия сайта demo10.balakix.site и кликну по кнопке создать, в результате чего наш сайт появится в списке созданных вами страниц. Теперь нам нужно перейти в файловый менеджер. Для этого кликаем по соответствующей ссылке, расположенной на панели управления слева. Теперь нам нужно найти папку нашего сайта и разместить там файлы страницы. Выбираем нужную папку и заходим в нее посредством одного клика по названию соответствующей папки. Далее переходим в папку dog. Здесь мы и будем размещать наши файлы. Для начала удалим единственный имеющийся файл. Для этого поставим возле него галочку и во вкладке выбрать действия кликаем на удалить, а затем в диалоговом окне кликаем ok. Теперь находим у себя на жестком диске файлы сайта, после чего архивируем эти файлы. Во избежание проблем архивируйте исключительно в формате zip, а не rar. Если у вас нет архиватора, то в описании к видео будет прикреплена ссылка для скачивания программы по архивированию данных. Итак, мы заархивировали файлы сайта. Теперь добавим их на хостинг ручным способом. Для этого во вкладке добавить выбираем загрузить, а затем кликаем по ссылке загрузить файл и выбираем архивный файл у себя на жестком диске. После того как файл подгрузится, кликаем по кнопке загрузить. И вот пожалуйста архив находится у вас на хостинге. Теперь нам нужно его разархивировать. Для этого кликаем вот по этому значку. В открышемся окне ставим две галочки для копирования файлов в папку, где мы находимся, а также даем распоряжение удалить оставшиеся мусорные файлы после разархивации и кликаем ok для применения команды. И вот пожалуйста наши файлы на хостинге, а сайт кстати уже работает. Это был ручной способ размещения сайта в сети. Теперь разберем автоматически. Для этого нам понадобится файлообменник файл ЗИЛа. Ссылка на скачивание этой программы будет под видео. Вам нужно установить файл ЗИЛу и войти в программу для размещения сайта в сети. Сначала нам нужно подключиться к вашему хостингу. Для этого в программе заходим во вкладку файл и выбираем менеджер сайтов. После чего выходит окно, в котором мы и произведем все настройки. Для начала кликаем по кнопке новый сайт. Нам нужно ввести название хоста, имя пользователя и пародия доступа к нашему хостингу. Для этого мы заходим на сервис rootcenter, переходим в панель управления хостингом, выбираем раздел веб сервер, после чего переходим по ссылке управления доступом, а затем кликаем по FTP, переносим название в соответствующие строки файл ЗИЛи. Теперь нам понадобится пароль для этого. Возвращаемся на сервис rootcenter и ставим галочку возле строчки указать пароль в письме и кликаем по кнопке изменить. После чего на экран выйдет сообщение с паролем, который нужно скопировать и вставить в соответствующее поле в программе файл ЗИЛа. В качестве протокола выбираем FTP протокол передачи данных, шифрование использовать обычный FTP, тип входа определяем как нормальный. Далее переходим во вкладку настройка передачи, выбираем режим передачи пассивный, ставим галочку на функцию ограничения одновременных подключений и устанавливаем максимальное число подключений кратных двум. После чего выбираем кнопку соединиться и файл ЗИЛа подключается к хостингу. Теперь нужно в правой области войти в нужную папку, ту самую, куда вы хотите забросить файлы сайта, а именно выбираем название сайта и заходим в папку DOCS. А в левой части выбираем файлы сайта на жестком диске, выделяем их и просто переносим в правую область. После чего начинается перемещение сайта на хостинг. Внимание, здесь переносить нужно неархивированные файлы. Пару минут и все готово. Ваши файлы на сайте, а страница соответственно уже функционирует. Вы можете пользоваться как одним, так и другим способом размещения. А на сегодня у меня все. С вами был обучающий проект записки вебмастера. До встречи на волнах наших эфиров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова